Музыка Веры Православная Церковь – это самоуправляемая Православная Церковь, канонической юрисдикцией Русской Православной Церкви. Она получила автономию 10 мая 1920 года постановлением московского патриарха Тихона, Священного Синода и Высшего Церковного Совета Русско-Православной Церкви. Православное вероисповедание пришло на земли современной Эстонии через территорию Псковской и Новгородской Руси, проникнув в страну с юго-востока. В зонах контактов эстонских племен и русин на юго-востоке современной Эстонии сложилась народность Сету, сохранившая православие до наших дней. Сету оставались православными даже во время усиления влияния крестоносцев, нахлынувших из Дании и Швеции. В период иностранного владычества большая часть эстонцев на северо-западе страны приняла лютеранство – это одна из ветвей протестантизма. Современные оценки религиозного состава населения Эстонии имеют противоречивый характер. Согласно данным общенациональной переписи 2011 года, количество православных составляет 176 773 человека. В начале 1990 года Эстонская Православная Церковь раскололась на две структуры – Эстонскую Православную Церковь Московского Патриархата и Эстонскую Апостольскую Православную Церковь Константинопольского Патриархата. Этот раскол произошел в основном по этноязыковой линии. Большинство верующих русскоязычных Эстонии склоняются к первой, большинство православных эстонцев – ко второй. В настоящее время Эстонская Православная Церковь Московского Патриархата объединяет 37 приходов. Ну а сейчас мы послушаем в исполнении хора храма святителя Николая в Таллине пасхальную стихию «Воскресение Твоей Христе Спаси» возложение Соловьева знаменного распева. Песня «Воскресение Твоей Христе Спаси» 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 Старейший таллинский православный приход церкви Сидителя Николая Мирликийского Чудотворца, хор которого мы сейчас слушали, ведет свое начало с древнего торгового двора, основанного русскими купцами в Таллине в начале прошлого тысячелетия. А точную дату появления на этом берегу русских купцов установить уже невозможно. Русско-историческая традиция обычно ссылается в этом вопросе на деяние сына Владимира Святославовича Ярослава Мудрого, который в 1030 году сходил в Ливонию и основал там город Тарту, Юрьев по-русски, а в Риге и Клыване церкви и дворы поставил. С 1420 года главная церковь Сидителя Николая находится на своем теперешнем месте, на улице Вене, то есть Русская. В 1686 году по указу молодых царей Петра Алексеевича и Иоанна Алексеевича для церкви Сидителя Николая был изготовлен новый иконостас. Ну а сейчас в выполнении хора Никольской церкви Таллина прозвучит псалом 103 «Благослови душе мою Господа», кедрова сына, греческого распева, солисты протерей Олег Ворона и Индрак Юрченко. Благослови душе моя Господа, благослови душе моя Господа, благословен яси Господи. Благослови, душевая Господа. Господи Боже мой, возле и честа есть и те. Благослови, душевая Господа. 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 Сейчас прозвучит хоровой концерт «Кто не разлучит от любви Божией» Благослови, душевая Господа. Благослови, душевая Господа. Благослови, душевая Господа. Благослови, душевая Господа. Субтитры создавал DimaTorzok Я живу в Христе Иисусе, Господь нашим Хор православный и певчий, которым руководит композитор и дирижер Валерий Петров, со своей достижения удостоен государственных наград Эстонии, является почетным гражданином города Таллина. Это один из первых коллективов в тогдашнем Советском Союзе, который вынес православную музыку из стен храма на концертной площадке. Руководитель хора Валерий Петров рассказывает Специально для нашего ансамбля были написаны такие произведения, как «Святые Божии», «Эрки Свена Тюра», «Керюемская песнь» Урмаса Сейсака, «Антифоны во царстве твоем» и «Отче наш» Андреса Уйба. Это молодые композиторы Эстонии. Также Пярт Узберг, который в нашем ансамбле написал «Отче наш», сам также пишет православную музыку. Коллектив представляет эстонскую православную музыку на международных фестивалях, а также регулярно проводит концерты лекций православной музыки в школах, как с русским, так и эстонскими языками обучения. Мы сейчас послушаем в исполнении этого коллектива православные певчие покаянную молитву о Руси Петра Ильича Чайковского. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Добавил DimaTorzok Дорогие радиослушатели, время нашей передачи подошло уже к концу. Я благодарю вас за ваше внимание. Прощаемся с вами до новой встречи в передаче «Музыка веры». С вами был священник Георгий Галахов. Всего вам самого доброго. Милости Божией.